вот тут значит мы на берегу здесь находится на что стоянки всякие и набережной пляж пляж вот здесь ресторан тортория и лучать чать эти бич это значит эти как называетесь крабы такое вот а то вот охотится как раз этот и и нашим а сам остров и серфингисты вот здесь пытается мы сейчас пойдем посмотрим как они катаются серфингисты теперь достаточно интересно если лестница с парковки как раз выход наверх время два часа солнце практически в зените о какая о гаражи какие делать да ну-ка опа отнять пытается у него теперь видела какой-то я говорю вот лучше не есть на берегу в этом вот из рук прям выхватывают причем это не чайка что-то там какая-то мелкая здоровая там такие когти блин цапнет цапнет так цапнет там лет да не она еду смотрят зачем фото парад это же него не сорока который на блестящее летит как незначение совсем глупость что вот есть принципе достаточно много людей гуляет тут по набережной но набережной идет всего лишь вот вот до туда где тут ну там до половины а потом уже это кончается и там начинается уже пляж чисто но дорожка также есть такая узкая идет такая между этими не даешь здесь на мотоцикле ездила отдыхал купались мы это как местный пляж скажем так токийский ближайший самый такой скажем так потому что в заливе купаться ты не будешь да вон там на пляже мы ставили палатку вот нормально хорошее место на самом деле но десна только грудь на берегу лучше ничего не кушать пить пить можно а вот да я не про нас я вообще говорю вот что лучше не кушать на берегу опасно для здоровья это небо какое-то интересно сегодня кстати какие-то перистые облака такие вот там кстати там вулкан вот судя по всему извергается что ли не зарегается дым короче от него идет там впереди так вот в принципе так вот гулять можно здесь хорошо в общем если приезжайте на поезде сюда на поезде стоит порядка 700 йен где-то 700 или там около 800 на от шинджику на удаке сэн по пляжу прогуляться или же поплавать принципе вода теплая вот там купающихся очень много сейчас особенно те кто на серфинге катается там очень много а здесь вот находится это какой-то сад из и ловый что ли так скажем сад то есть этот все так аккуратно закрыта они такие маленькие такие низкие аккуратно так все сделано и туалет вот тоже нарисован вертолет какой-то завист но будет еще что интересное обязательно включу и снова всем волком это снова я на этот раз я нахожусь уже внизу около подножия этой нашим а здесь находятся скалы вот такие вот то есть там пещеры и здесь же берег уже тут видно этих как называется фуджи сан вот фуджи сану там видно его там уже идет это побережье там камакура да все это нашим а вот здесь вот куча рыбаков естественно океан все все любят рыбачить как бы ну почему бы и нет хорошая погода под рыбачить прям замечательно вот завтра будет правда погода уже не такая светлая будет пасмурно но вода такая прозрачная океан все-таки тихий да вот там вот пристань но 400 йен стоит в одну сторону находятся разные мостики тоже погулять можно по внизу сходить если вот можно сейчас пойти все-таки о оао орел орел что пролетел там здоровые такие пойдем вниз да да есть где еще один человек потерялся знаю в общем мы вниз но я продолжаю значит здесь вот находится такой вот опа обрыв стою я значит на обрыве там вот значит впереди пещеры это вот если как это хотите то есть да там можете зайти в пещеры здесь вот находится место где приливная волна год больше всего брызг дает там и так далее то есть очень выглядит то есть так вниз спускаешься и по вот этому мостику там гуляешь по сверху конечно лучше вид чем внизу там вот специально сделали сетки рабицы обтянули чтобы камни не летели на людей все продумано чтобы можно безопасно все люди чувствовали что я ее не наблюдаю вообще вот но так вообще в принципе достаточно хорошее место рекомендую съездить если будет у вас время там примерно хотя бы полдня вот уделите вот походите посмотрите здесь очень интересно очень много разных красивых храмов много вкусной еды сувенирчики в общем все это конечно стоит того чтобы посмотреть попробовать купить самом деле цены в принципе некоторых магазин дешево некоторых дорогие поэтому как бы раз на раз не приходится нужно выбирать хотя вот там кафешки с таким видом на океан причем цены достаточно демократичные на еду по крайней мере на еду цены достаточно демократичные то есть практически как в городе и даже птицы такие отлетают